Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Елизавета Гущина. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В стенах Казанского федерального университета прошел семинар по подготовке диссертаций. Первый президент Республики Татарстан Минтимир Шаймиев отмечает свой день рождения. Первая фаза торговой сделки США и Китая. О чем договорились стороны? В главном здании Казанского федерального университета прошел семинар по подготовке диссертаций. Об этом наш следующий сюжет. В главном здании Казанского федерального университета прошло совещание по теме совершенствования нормативно-правовой базы аттестации научных кадров высшей квалификации с профессором кафедры общей экономической теории и истории экономической мысли Санкт-Петербургского государственного экономического университета Андреем Харламовым. На встрече присутствовали руководители диссертационных советов, сотрудники кафедр, которые отвечали за науку и работают с аспирантами. Это просто общение с коллегами о состоянии подготовки кадров высшей квалификации, о проблемах защиты диссертации в Российской Федерации и о том, какие проблемы здесь существуют, какие намеченные моменты или направления их устранения и реализации в 2020 году. Проблем существует очень много. Это связано непосредственно с обучением в аспирантуре, это подготовка и защита научно-правительационной работы по окончании третьего уровня и те аспиранты, которые принимают решение выходить на защиту диссертации, получать ученую степень кандидата в наук, а потом уже и докторов. Но вот какие здесь существуют проблемы, какие задачи и пути их решения. Обсуждались вопросы состояния подготовки кадров высшей квалификации. Также проблемы защиты диссертации в Российской Федерации. Профессор дал необходимые рекомендации на те проблемы, с которыми сталкивается экспертный совет. Вот самое главное нашей встречи. Мы по разным поводам встречались в АКИ, поэтому для меня было очень важно, когда такие специалисты, которые видят, во-первых, и отвечают за качество науки в целом по стране, чтобы они поделились своими замечаниями. И было бы очень ценным, как раз с учетом вашего опыта, что вы дали рекомендации. Лилия Баталова, Виолетта Басова, Универньюз. Сегодня Государственный советник Республики Татарстан, председатель попечительского совета Республиканского фонда возрождения и первый президент Татарстана Минтимир Шаймиев отмечает свой день рождения. Ему исполняется 83 года. О том, что связывает прославленного политика и Казианский федеральный университет, наш следующий сюжет. Минтимир Шаймиев имеет непосредственное отношение к рождению университета в его сегодняшнем качестве. Во многом благодаря инициативе и усилиям первого президента Республики Татарстан КГУ получил статус федерального университета. Программу развития до 2019 года, финансируемую из федерального бюджета, а затем, опираясь на новые возможности, включился в проект продвижения минимум пяти российских вузов в число ста ведущих в мире реализуемой Миномбр науки Российской Федерации. В 2010 году Минтимир Шаймиев стал одним из основных инициаторов назначения на пост ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Особая роль принадлежит содействие Казанскому государственному университету, как я уже говорил, получение статуса федерального университета, что при оболонках его совершенно новый импульс его развития. Первый президент Татарстана сыграл огромную роль и в развитии туристического потенциала республики. Болгар и Свяшск, включенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2014 и 2017 годах, соответственно, попали туда во многом благодаря Минтимиру, Шаймиеву, опиравшемуся на исследования ученых КФУ. Однако останавливаться на достигнутом никто не планирует. Сейчас ведутся обсуждения по включению в тот же список обсерваторий Казанского федерального университета наряду с крупными обсерваториями Европы. Еще в 2015 году Минтимир Шаймиев стал почетным доктором КФУ. Решение присуждения первому президенту степени почетного доктора университета основано на вкладе, который он внес и вносит в развитие ряда традиционных и становления новых направлений социогуманитарных научных исследований. Импульс ли этого дало привлечение ученых университета к таким масштабным проектам, как Тысячелетие Казани и Елабуги, программ Великий Волжский путь и комплексного проекта Древний город Болгар и остров Град Свияжск и некоторых других. В 2019 году было объявлено о создании в Татарстане школ принципиально новой формации, обучение в которых будет единым. Включать дошкольную ступень образования и использовать в образовательном процессе три языка – русский, татарский и английский. Инициатором создания таких школ стал Минтимер Шеймиев. Мы были в университете в ходе подготовки сейчас к старту, а мы сейчас хотим шесть комплексов начать образовательных, многоязычных, шесть комплексов. Они уже предопределены. И мы это сделали специально Казани, два комплекса, и крупные города взяли. Набережные Челны, Альметьевск, Нижнекамск и Елабуга. Центром ответственности за подготовку учителей, работающих в полилинговальной образовательной среде, стал Казанский федеральный университет. Уже сейчас разработана и функционирует классическая и распределенная система подготовки кадров, при которой учителя предметных областей изначально обучаются как специалисты в своем направлении благодаря усилиям профессуры из профильных институтов КФУ. От имени телеканала Универ ТВ мы поздравляем первого президента Татарстана, государственного советника Республики Минтимера Шеймиева с днем рождения и желаем здоровья и долгих лет активной жизни. Камиль Гемоздинов, Универ Ньюс. США и Китай подписали соглашение о первой фазе урегулирования торговых споров. О чем договорились стороны и как соглашение повлияет на российский экспорт, расскажем в следующем сюжете. В Вашингтоне состоялась официальная церемония подписания исторического торгово-экономического соглашения между США и Китаем. Соглашение призвано снизить напряженность к китайско-американской торговой войне, которая продолжается последние полтора года. В торговых соглашениях и торговых войнах какие-то обе стороны или несколько стран выдвигают в отношении друг друга какие-то ограничения, притязания, условия. Так вот, одним из условий со стороны США является обязательная закупка Китаем сельскохозяйственных продуктов на сумму 200 миллиардов долларов. Здесь мы имеем то же самое, примерно, такие выдвинутые условия для того, чтобы поправить положение, как в торговом балансе, в кратчайшие сроки, цель эта преследуется, поправить положение фермеров, прежде всего, сельскохозяйственных организаций в самой Америке, дать и возможность быть более конкурентоспособным. Так? То есть здесь решается несколько задач. Ну, первая задача, которая сейчас стоит перед американской экономикой, срочно, в кратчайшие сроки, ужасающие, отрицательные торговые сальдо поправить. Отметим, что торговые споры между США и Китаем ведутся на протяжении последних двух лет. Они начались с того, что Трамп обложил дополнительными пошлинами китайские товары. В ответ на это Пекин предпринял аналогичные шаги. Китай становится глобальным конкурентом, стал Соединенные Штаты Америки на мировых рынках. И, как известно, это, конечно, не устраивает транснациональные корпорации, которые сами их приложили в руку в выращивании китайских, будем говорить так, уже теперь, транснациональные корпорации. Этот спор связан с глубоким противоречием на мировых рынках между корпорациями Соединенных Штатов Америки и Китая, которые уже могущество определенное приобрели. Одна из причин возникновения этих споров заключается еще в том, что со временем за счет развития реального сектора экономики Китая, уменьшения этой доли в самих Соединенных Штатах Америки, возникли перекосы макроэкономических показателей. Ну, как известно, у Соединенных Штатов Америки в результате таких процессов негативный торговый баланс сложился и даже платежный баланс. То есть, Соединенные Штаты Америки больше импортируют китайские товары, чем сами экспортируют американские товары в Китай. Но как же соглашение США и Китая повлияет на российский экспорт? Мы сейчас ровно имеем столько китайских товаров, сколько это выгодно Китаю на сегодняшний день. Выгодно будет больше производить, поставлять и больше будут реализовывать. Мы так не считаем. Ничего такого резкого не произойдет в связи с потерей доли на американском рынке китайскими товаропроизводителями. Россия не компенсирует. Обсуждение второй фазы торгового соглашения должно начаться сразу после подписания первого документа. В ходе второго этапа планируется согласовать дальнейшее снижение пошлин. Лилия Талипова, Ленарда Валитьяров, Универньюс. На этом у меня все. Не забывай смотреть нас в официальных сетях. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин